Олежка, дорогой, так сложилась жизнь, что разбросала нас по разным концам этого света. Ну таки помню я тебя со времен той армейской жизни. И хотелось бы таки сказать тебе, что чтоб ты был нам здоров до 120, так у нас говорят. А хочется немножко вспомнить, как оно было тогда. Мы все тебе очень много завидовали. Да, завидовали. Потому что то, каким ты был офицером и как ты личным примером показывал солдатам, как делать, никто из нас не мог. А тот общий язык, который находил ты с солдатами, ты был лучший. Только ты мог так им сразу все объяснить, чтобы они поняли, как и что делать. У тебя уже задняя скорость включена, как ты только, блядь, встал нахуй. А не то, что она упала, ты начинаешь дрочилкать, блядь, выключать скорость, блядь, давить на педаль, блядь. Уже вся включена и лапка стоит, блядь, где нахуй. А еще ты был женатый. Мы тоже были женатые, но только у тебя жена жила с тобой. У нас нет. И мы тебе очень сильно завидовали. 25 градусов, пацаны. На туре, что мы тупим? Поехали на природу? Да давайте поедем серьезно, с меня мясо. С меня, короче, девчонки тогда. Все, давай беседку позвоним и вообще кутить до самого утра будем. До утра, брат. До утра, лео. Каждый год сотни тысяч мужчин не могут поддержать кайф своим кентам. Пропускают поездки на природу, в караоке и в сауну. Потому что они женаты. Фонд помощи женатикам. Не оставляйте их кенты. Дружище, с днем рождения. Волгих лет, счастья, радости. Чтобы все было у тебя замечательно. Мартема, мы вас любим и целуем. Пока.